Не надо ездить вместе, если у вас разные интересы, вот и все. Да я никогда не поеду с человеком, с которым мне некомфортно. Ну если она прямо вообще не может ее воротить от нее, ну культурно как-то объяснить ей, а так терпеть. Может она за нее платит там, да еще все, будет какая-то, скажем так, польза от этого. Ну наверное, скорее всего, надо договариваться. Ну я имею в виду, что разговаривать потом, ну в том смысле, кому что интересно, и так ставить точки над видой все. Разговаривать, разговаривать и договариваться. Для той женщины, которая хотела бы сохранить свое личное пространство, ничего не остается, как просто поговорить со своей приятельницей о том, как они планируют проводить свое время. Не стоит единственное затягивать и идти на уступки, доставляя себе дискомфорт и по большому счету портя себе отдых. То есть как только столкнулась с этой ситуацией, просто проговорить, что вот, к сожалению, мы с тобой не договорились, наверное, в этом была виновата я, но я рассчитываю, что мой отдых будет складываться вот таким-таким образом. Наверное, он несколько отличается от твоих планов. Давай мы с тобой подумаем, что мы можем сделать, чтобы этот отдых был приятен и тебе, и мне. Я готова с тобой быть там, там и там, но я хочу, чтобы вот в такое-то время я могла посвятить только себе. И постараться четко разграничить, что они, какое время и где они проводят вместе, а какое время они отводят исключительно для себя любимой. И показать преимущество, что они не будут уставать друг от друга, более того, они смогут поделиться впечатлениями, обогатеться этими впечатлениями. Единственное, что по возможности быть тактичной и все-таки, если ей важно сохранить свое пространство, ну, здесь никакого другого выхода нет. Субтитры сделал DimaTorzok